биток чужой свояк клап что с эти и многие другие непонятные слова сегодня вечернем разговоре о спорте но друзья мы про бильярд говорим елизавета сидоренко анастасия зырянова на справедливо девушки заметили что я сегодня как в малине вот стоило только василине заболеть и тут же на тебе и здорово но слушатели городской волны это не видят а вот те кто заглянули на нашу трансляцию на youtube канал новосибирских новостей или смотрят эту видео трансляцию в группе в социальной сети под названием вконтакте в группе городской волны те могут моих очаровательных собеседниц сегодня видеть значит давайте сразу договоримся вот справа от меня это анастасия слева от меня это елизавета но поскольку добрый вечер девушки здрасте смотрите как так получилось что в нашей паре в нашем дуэте с василиной она отвечала за звание регалий спортивные достижения и всегда очень тщательно готовилась к приходу гостей не то чтобы я такой олуха не готовился нет но мне кажется просто будет справедливо если я знаю про вас что вы мастера спорта вот спорта под названием бильярд но мне кажется будет справедливо если самом начале программы именно вы расскажете о тех самых главных достижениях регалиях званиях которые у вас есть на этот момент но опять же если вы приврете то мы же как бы и не проверим поэтому давайте попробуем с кого начнем без разницы могу начать до лиза зовут меня сидоренко елизавета мастер спорта россии победитель первенства россии бронзовый призер первенства мира и из недавних моих таких титулов новых приобретенных это второе место кубка мира это серебро это серебро настя анастасия зрянова мастер спорта я многократная призерка первенства россии и потом была серебряной и бронзовый на чемпионатах россии чемпионат мира пока не удавалось но все же впереди если сегодняшняя программа была посвящена завершению вашей карьеры тогда конечно было бы все грустно потому что ну вот как бы на этом я и останавливаюсь ухожу из большого спорта но поскольку девчонок действительно все впереди я кстати предлагаю поговорить о том что впереди о ближайших самых планах ваших на спортивное будущее я сейчас говорю естественно но и заодно потом плавно оттолкнуться и перейти к тому что было мы с настей вот мы пытались вспомнить когда мы встречались в рамках вечернего разговора спорте это было по моему весной прошлого или этого май май до май месяц как то с грустью настя об этом вспоминает у меня как я пытаюсь вспомнить когда весело воспоминание это было после кубка мэра новосибирской да но вот что произошло за эти фактически полгода и самое главное чего нам ждать от анастасии и лизы в плане бильярдного спорта в ближайшем в ближайшем будущем лиза буквально на следующей неделе стартует чемпионат россии в калуге пройдет он таком необычном формате давно его не было это парный формат и конечно играя с анастасия в паре поедем будем стараться по этой же дисциплине буквально на этих выходных прошел кубок губернатора где мы заняли в паре опять же первое место из таких турниров в этом году из крупных и больших думаю все это вот как раз кубок губернатор определил что именно вы поедете от нас представлять опять же нас в калуге на вот этом чемпионате ну как обычно турнирах на областных это проходит по такой системе что первые два места это люди которые могут такомандироваться за счет не за счет а именно быть в коте от новосибирской области первыми стал основном они оплачиваются уже министерством спорта и эта история только женская или мальчишки должен мужчины тоже точно пардон мужчина за мальчишками так добавляет мне кажется у нас чемпионат области проходит среди мужчины среди женщин но есть это не среди детей пойти все забыли мою игривость оставили где-то там под столом хорошо настен вопрос тот же суда самые касаемые что там у тебя вот лично на личном плане бильярда происходило за это время за полгода ну и что-то пока вот не вдаваясь в подробности про парный формат о нем хочется подробнее узнать но отложим его тоже на потом после той встречи мы были в москве на кубке мэра москвы поступили там не очень неудачно но выступили что 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 произошло кривые столы дурацкие соперники не знаю как объяснить что произошло но сыграли не очень потом готовились к чемпионату россии в сургуте по свободной пирамиде а вот потом съездили еще на день чемпионат россии по комбинированной пирамиде уже в город оренбург в июле потом у нас так сказать был месяц перерыва август просто отдыхали и тренировались набирали сил и вот в сентябре лиза заняла призовое место на кубке кремля и после этого ездили еще на день чемпионат россии у нас все чемпионаты россии в этом году должны были пройти летом вот один попытались перенести на осень и да и все в принципе сушки упомянутый лиза вы обыграли там на этом кубке кремля 5 соперниц вы уступили насколько понимаю только даже дарья зовут гадьяна я диана миронова правильно я поправляйте на этом турнире проиграла две встречи первая моя встреча была с такой молодой и юной подающей надежды спортсменкой и к сожалению вот этот месяц перерыва про который упомянула насти он сказался и вот это турнирное волнение которого столько не было она сказалась первую встречу проиграла и в бильярде называется упасть подвал и через подвал я пробиралась финал так а в финале уже диана мирона финал уже данный роман слушай но диана я так понимаю это уже такой монстр в хорошем смысле монстр не в плане фильмов ужасов в плане того что там какая-то восьми края по 7 до 18 но есть люди которые обыгрывали рой нет конечно есть это вообще была моя вторая встреча с диана и в первую встречу нас с ней в этом было году тоже и я у нее вела 3 1 и проиграла петри то есть на самом деле когда я осознала какой счет и это было я поняла это была моя фатальная ошибка так бы я бы могла и выиграть можно было не за не нужно нужно было понимать что происходит нужно было забивать шары а я зачем-то включила голову это конечно перевернула встречу в обратную сторону что касается финала там сказалось наверное в принципе вся атмосфера потому что финал телевизионный когда вокруг целая трибуна где наверное без преуменьшения сидела человек порядка двухсот и слышно как каждый дышит и это первый большой такой финал жизни тем более это кубок мира это даже не чемпионат россии где абсолютно другая атмосфера и другой уровень это сказалось и поэтому собственно и проиграла думаю возможно была бы борьба не скажу что я бы могла я точно выиграть но сейчас я понимаю что это и понимаю что возможно что мы и коллеги журналисты не врут когда ссылаясь на кого-то из представителей федерации бильярда говорят что это наилучший результат вот которого достигли в истории русского бильярда в новосибирске на самом деле не знаю вообще в истории новосибирска были крупные такие и не хочу сказать победы но призовые точно были это и оля мухортова в свое время потом и миша царёв был призером или победителем составе новосибирской области там том же кубке мэра москвы по свободной пирамиде на кубке кремля на данный момент моя медаль единственная в составе женской я думаю что если не лучший то наверное на одном уровне с предыдущими хорошо девочки договорились что мы вот вернемся к этому парному формату насколько он необычный что вообще происходит я правильно понимаю что если обычном соревнованиях по бильярду каждый игрок представляет самого себя и борется там за попадание в какой-то финал в котором опять же встречается с кем-то и уже кто победил тот и победил здесь разговор идет о том что вы выступаете в команде в команде из двух человек но мы выступаем в паре команда играет и чуть-чуть другой еще и бывало командное да так 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 подробнее подробнее для нас дилетантов пришедших пришедших в эту студию буквально с улицы не хочется правда понять насколько сейчас такие соревнования проходят насколько они отличаются для вас от сольных вот этих соревнований получается ответственно сделится напополам с другой стороны надо очень хорошо знать друг друга потому что как бы ну ты же когда бьешь ты думаешь о том как разлягутся шары а тут ты должен думать что насколько эта ситуация будет выигрышной для твоей подруги по команде по команде да да ну на самом деле парный формат очень интересный и данный чемпионат россии и да и в принципе турниры проходят стабильно раз в год вот мы не всегда на них ездим потому что бывает что в основном турнир проходил в крыму и не очень удобно последнее время стал туда добираться вот поэтому прошлый год например мы пропустили три года назад мы участвовали на таком чемпионате россии заняли второе место вот парный формат отличается отличного тем что ты играешь пар то есть после правильного нанесенного удара мной например продолжает игру лиза если я забила шар если не забила то право хода переходит к соперникам да то есть нарушать вот очередность в паре нельзя а так в принципе все те же самые правила что есть и и в личном соревновании просто ты думаешь о том как сделать выход или как улучшить позицию для своего напарника да и в принципе все а советоваться можно момент игры ну грубо говоря лиза наблюдает за вашим ударом сидя и не вмешиваясь или она может подойти оценить ситуацию сказать сейчас там восьмерочкой по девяточке и в дальний угол да мы вот наши соперники ударили мы подходим к столу и в принципе вместе всегда оцениваем позицию выбираем разумные удары и дальше уже просто например один отходит второе собирается наносит удар и все поэтому разговаривать можно можно друг друга как-то корректировать это не запрещено этим так сказать отличается парная игра могу ли я предположить что возникает ситуация в которой лиза виды ты чё я сказала сюда если да мне виднейка я же бью сейчас они ты какие-то такие дискуссии у нас так сказать на такой случай есть такое правило что есть главный в команде есть тот кто чуть-чуть можем ли мы узнать кто вашей команде главный или это какая-то интрига это тайна или это секрет это не тайная главная лиза лиза вы знали до этой минуты что главное не вы конечно это установка тренера которая работает уже не первый год и мы следуем ей мне кажется все киноманы когда разговор заходит о бильярде представляют либо фильм классик такой бильярдный стол и вокруг него собрались авторитеты ну причем не только авторитеты в бильярде но еще и уголовные авторитеты либо представляет сцену из фильма место встречи изменить нельзя где глеб жиглов играет с валентином бесяевым с копченым рецидивистом этом ноги со стола копченый а тут горит а вы бы сняли пинжачу гражданин начальничок но вот у нас сегодня с бильярдом ассоциируются две очаровательные барышни елизавета сидоренко анастасия зырянова буквально недавно стала информация что чемпионат мира все-таки состоится и будет он в необычном так сказать формате он будет парный такого формата давно не было насколько я помню последний был в 2016 году в ростове-на-дону вот и спустя вот такое время пройдет чемпионат мира спустя 7 лет я подсчитал да и но у нас на сибирске вообще последний раз в 2009 году был чемпионат мира поэтому для нас это тоже как раз сенсационная новость как раз он тоже проходил в ноябре вот и в следующем году уже 17 ноября по 24 если я не ошибаюсь будет пройдет чемпионат мира в экспо центре будет выставлен на 16 столов пока планируется такая столько столов ну в принципе я надеюсь на то что мы покажем хорошую игру на чемпионате россии сейчас калуги и тем самым отберемся на чемпионат мира на следующий год лиза кинола лиза как бы мушкетеры эти дартаньян и остальные они в таких случаях вот так вот типа я согласна я подверг и есть ли кто-то кому ну прямо сейчас можно было бы передать привет сказать спасибо за то что принимает активно участие в организации то мероприятие вообще в жизни федерации и вообще в вашей жизни как бильярдисток на те без кого она была бы намного сложнее я думаю что эта федерация наша бильярдного спорта которая поддерживает нас как спортсменов отправляет по возможности и предоставляет время и возможности тренироваться слушайте вообще забавно что вот эти две девушки очаровательно безусловно но они еще очень спокойны понятно что это вид спорта такой бильярд в котором но с волнением и с беспокойством наверное каши не сваришь но смысле шар в лужу не лузу не забьешь вот расскажите мне но это наверно даже лите больше вопроса потому что мне кажется из вас двоих она вообще спокойно при спокойной настя просто спокойно а лиза супер спокойно вот это вот спокойствие это откуда берется это прямо по жизни было дано или выработано долгими упорными годами тренировок если честно не знаю как лучше будет ответить на этот вопрос конечно бильярд тоже поспособствовал наверно такому моему характеру темпераменту но я в целом с детства спокойный ребенок конечно без из меня тоже выходить но но поборолки ну да давай поиграем но моя история с бильярдом вообще противоречивая целом спокойная всегда было у меня был всегда с детства безумный азарт и я была в принципе подвижным ребенком то есть я была спокойная и сдержанная но если была возможность побеситься то я реализовывалась просто во всем я с детства все мечтал заниматься борьбой но соседнее здание у меня был спортивный центр электрон но мама сказала нет один спортивной гимнастикой мама положила меня на лопатки и сказала нет бильярд этого сколько произошло все бильярд именно в школу в 11 лет но моя история с бильярдом начинается с 5 потому что у нас дома в это время появился бильярдный стол не стандартного размера 12 футов как обычно приняты стандартами а 9-футовый те же шары русские тот же размер луз просто чуть меньше сам стол и отец любил играть хотел научиться играть и решил сделать так что поставил сразу стол соперника точнее ему не нашлось решил взять меня бильярд и ненавидела не могла доиграть даже двух партий кидала ки хлопала дверьми я говорил больше играть не буду но наступала там следующие выходные папе нечего было делать давай еще попробуем новых соперников к этому моменту не появлялось это очень долгий процесс все меня в этом деле бросали и потом на долгое время был перерыв и в конечном счете после травм определенных стал опять вопрос чем же лиза будет у нас заниматься мое желание заниматься борьбой никуда не ушло травмы были серьезные говорить нет либо плавание либо бильярд ну из двух зола просто выбрала меньше плавать я тоже не особо люблю ну как спорт я считаю то что это только летом а зимой все-таки для удовольствия для удовольствия не как спорт пришли на бильярд думаю ну играть его умею почему бы нет пришла и еще вот так вот так настя во сколько у вас произошло соединение с прекрасным зеленым сукном а я вообще занималась легкой атлетик и в 12 лет почти в 13 я случайно забежала не туда нет моя подружка говорит пошли попробуем поиграть бильярд он все равно говорит находится через дорогу от нас но в итоге я пошла на тренировку подружка со мной не пошла так всегда бывает да меня затянуло правда потом со мной еще пришли подружки они походили но они ушли а я благополучно осталась бросила легкую атлетику меня потом немножко возненавидели в школе да тренер заставлял вернуться но я сказала нет слушайте но мне кажется что ваша спортивная биография это вот как раз самый яркий пример того что счастливый случай вот он происходит и он действительно бывает счастливым ну потому что то что девушки достойно представляют наш регион на разного рода соревнованиях вот с 22 ноября в калуге парни чемпионат я надеюсь что там все будет удачно но иначе и быть не может а прошедшая история прошедших чемпионатов прошедших турниров говорит о том что ну принципе вполне достойно вот скажите мне а в истории игры с в бильярд возраст имеет он значение летом 5-12 лет или там допустим вас поставить сейчас против там каких-нибудь там 40 50 у них же совершенно другой уровень как раз вот того же спокойствие они какие-то вот наверное более матеры в этом плане они как-то может по-другому видит поляну ну смысле игровой стол или нет или возраст это совершенно неважно нет но возраст важен по крайней мере для детей которые приходят заниматься например взять первокласса как это семь лет они во-первых не дотягиваются до бильярдного стола до русского именно вот ну и в принципе у они еще такие нужно поиграться не особо нужны тренировки вот шарики и куда-нибудь бить но неважно куда вот поэтому наверное самый оптимальный такой это 10 лет когда уже ты сам вырастаешь и уже в принципе психика у тебя чуть-чуть устаканивается и у тебя есть какие-то цели позаниматься а там уже ну понятно что верхней полке не существует там наверно уже когда зрение отказывает это уже не видишь шаров шары и там не понимаешь куда ты целишь да у нас на сибирске проходят чемпионаты среди людей пожилого возраста и там по моему 86 лет я вот опять же адресую это наверно все-таки с точки зрения вас профессионалов такой очень любительский фильм классик но там финальная сцена очень мне кажется такая знаковая когда с трясущимися руками там подходит какой-то там вова сиплы или кто-то такой и в момент удара все руки останавливаются четкость и с первого удара попадает куда надо попасть без всяких дураков слушать а вот мне интересно по поводу вы просто говорили про комбинированные про какой там еще свободная пирамида и так далее вы вообще играете в любой бильярд по всей его разновидности там карамболь снукер что там есть еще там американка какие-то или это вот русский бильярд и все остальное для вас это так от лукавого нет но наверное сыграть то мы можем вас во все что угодно а вообще не происходит и в принципе на тренировках мы только в русский но не будет так что если лиза поиграет допустим две три партии в не знаю американку в какую-нибудь там или в эту как называется полосатая шары то вот это американский пул американский пул да а американка это дисциплина свободной пирамиды простите это было сейчас образовательная рубрика на особенности бильярда так вот если лиз поиграет в американский пул потом начнет играть в русскую пирамиду вот не собьется там прицел не испортится представление о геометрии полета шаров я считаю что наоборот это помогает улучшает но это лично мое мнение кто-то может быть с ним не согласен наверное русский бильярд он специализируется на том что шары больше луза меньше и соответственно здесь основное это забой что касается того же карамболя пула это у нас американская история европы это снукер шары меньше луза больше соответственно как бы не казалось странно но попасть сложно но в поле еще более-менее снуки в силу правил намного сложнее и без выхода никуда не деться и из-за того что шар меньше область попадания именно наклейка это то что находится на основании киа намного сложнее и поэтому я получаю правду удовольствие игра именно другие разновидности бильярды еще я эта игра редко когда позволяет время потому что раньше у нас стояли пулы сейчас мы их убрали у нас стоят 100 больше русских тоже хорошо а снуки ровно сибирске вообще нет это как-то да поэтому были в иркутске и лиза говорит давай поиграем в снуки в иркутске привет малородине я ну я получаю правду удовольствие мне нравятся эти дисциплины но это не так что я в один момент скажу все и бросаю русский это просто для удовольствия это уже больше как хобби если русский бильярд для меня работа то другие дисциплины это уже так развлечься ничего не сбивает помогает каких-то моментах особенно особенно выходы это правда и техника абсолютно точно есть такое расхожее мнение чтобы понять что такое женская логика надо учиться играть бильярд кубиками мы сегодня не об этом говорим мы говорим о классическом бильярде русском бильярде с елизавета и сидоренко с анастасией зыря новой вообще мне кстати кажется но это сейчас уже так не не к нашему разговору просто откровение от белинского мне кажется что наблюдать за женскими соревнованиями по бильярду намного интереснее чем за соревнованиями мужскими пусть уж мужчина не обижается но как бы эротичнее все выглядит и полет мысли кстати виден девчонки у меня вопрос давайте так назовем это вопрос из рубрики помогите отцу значит дело в том что мой сын он играет бильярд играет намного лучше меня ну когда-то там играл хуже поднаторел парень но он по характеру пружник ну то есть я сейчас попытаюсь объяснить так что было понятно и вам и нашим слушателям то есть если он забивает какой-то трудный шар какой-то сложный шар который он видит даже может его заранее объявить да как это бывает что я бью там его вот туда ну то есть чтобы не было никаких сомнений что это не дурак какой-то он его забивает предположим и дальше у него начинается какой-то вот я не понимаю что с ним происходит ну то есть вот ему начинает просто он начинает верить какие-то немыслимые вещи и самый главный продолжает забивать вот в спорте в большом это тоже имеет место или наоборот такого надо избегать то есть холодный расчет полностью холодный разум но чтобы не получилось там вот таких вот допусков голову каких-то мыслей боже я играю самой диана или что-то еще такое мне прет я сейчас выиграю всех как вот с этими эмоциями происходит расскажите особенно мне интересно с точки зрения женской психологии раз уж мы о ней заговорили нет но что сказать про игру в принципе допустим могу сказать только про себя я в игре стараюсь просто максимально упростить себя дальнейшую позицию и конечно когда это получается это приносит удовольствие и в дальнейшем у тебя уже какое-то волнение она отходит на второй план потому что ты видишь что получается ты реализуешь что вообще это делаешь и конечно с этим легче так называемый кураж он помогает кому-то легче играть и когда он злой когда кто-то спокойный кто-то не может злиться наоборот это прям расстраивает его полностью и это просто каждая каждый человек индивидуальная игра такая вот и все есть что-то ну допустим вот у вас настя или у вас вместе с лизой что необходимо сделать перед началом каждой парке но допустим парке которую вы проводите в паре ну какое-то суеверие какой-то обряд какая-то фраза которую должны другу сказать перекрестить киев я не знаю что то еще как эта магия есть на самом деле нет ничего такого нет но мы просто во время игры можем как-то пошутить да и все чтобы разрядить так сказать напряжение обстановку расскажите мне как вот сейчас в преддверии чемпионата россии по бильярду в в калуге как вообще происходит ваш проходит ваш обычный день как часто вы тренируетесь а самое главное мне интересно вот вы сейчас знаете что вы играете в паре вы тренируетесь паре играете при этом друг против друга или все-таки отрабатывать какие-то вот эти парные заходы я не знаю вот как это отличается ли это как-то от обычного формата ваших тренировок ну тренируемся мы точно так же каждый день ничего не поменялось кроме выходных на выходных обычно либо отдыхаем либо у нас проходят соревнования вот а насчет парной игры мы стараемся практиковаться с нашими напарниками те кто есть на тренировке а еще вопросом кстати у меня созрелся в начале передачи когда мы говорили про снукер там карамболь все это вот упоминали скажите а вам вообще нравятся любые игры там я не знаю там где какие-то предметы форме шаров там боулинг пинг-понг теннис футбол волейбол баскетбол или вот все бильярд это ваш выбор все остальное вам как-то ну в лузу я вообще спорт люблю я с детства спорте я на всех школьных районных городских соревнованиях была это был я всегда была в сборнике я всегда была там капитаном это был и настольный теннис это было баскетбол если там во дворе с пацанами да вообще без проблем мы с папой всегда зимой футбол играли только зимой не знаю почему даже купили неоновый такой мяч чтобы вы выглядело видно просто банально в снегу поэтому это любовь не только к этим шарам мячам просто люблю такую активность и несмотря на то что я люблю все-таки бильярд это основное на стену шутер да у меня точно так же я тоже в школе участвовала всяких разных играх олимпиадах просто по жизни так сказать уделяешь больше времени своему любимому делу и на остальные так сказать какие-то виды спорта не остается не сил не времени ну да понимаю девочки я от души вас благодарю за то что вы нашли время и пришли к нам сюда в студию я хочу взять с вас обещание что 22 ноября этот чемпионат он в один день проходит или не закончится 28 28 ноября что 28 ноября когда станут известны окончательные итоги вы сначала позвоните ну ладно там мамам папам тем более таким замечательным родителям которые так много делают для того чтобы их дочери делали успехи не только в борьбе но и в других видах спорта особенно в бильярде так вот что вы потом каким-то образом сообщите нам о замечательных результатах причем они будут настолько замечательны что мы с удовольствием поведаем о них во всех своих новостейных программах а потом еще когда-нибудь вновь пригласим вас сюда в эту студию чтобы с вами с удовольствием поговорить о том какие маскоты появились бильярдной федерации какая традиция появилась у пары анастасия зыря новая елизавета сидоренко перед началом каждой партии что вы говорите друг другу как вы можете друг другу там мелом спин и все остальное в общем с удовольствием будем рады видеть вас у нас здесь в разговоре о спорте спасибо что пришли вам успехов я не знаю что там желает бильярде но вот надеемся на то что этот очередной этап очередной турнир очередной чемпионат россии по бильярду он для вас пройдет на должном уровне спасибо спасибо вам спасибо и вам уважаемые тоже спасибо за то что вот этот час про или но абсолютное внимание к нашему разговору стопроцентная прям надеемся на то что через среду снова мне не подведете и снова начиная с 18 00 вот именно с вами мы вместе поговорим о спорте на городской волне